В толстовке с капюшоном и с протянутыми к обогревателю руками. Так Галина Романович спасается от холода в собственной квартире. Теплые батареи радовали курянку недолго. Дня два. Как было, два дня и все. Коммунальная драма разыгралась в многострадальном доме номер 37А-1 по улице Сумской. До квартиры Галины Коротковой тепло так и не дошло. Пришлось привезти с собой обогреватель. Очень холодно. У меня ребенок мерзнет. Пытались, а вроде как дали. Шум был в батарее. Как будто как вода булькала. А толку никакого. Холодно очень. Нет воды. Я спускала, у меня батарея спускается. Нет, нет. Воздух вышел, и все, воды нет. Анатолий Жуков выходит на улицу погреться. Сейчас здесь теплее, чем дома, говорит мужчина. Нет было еще отопления. Вот дали на час, и все, позавчера. И до сих пор нет ничего. Холодно. На место прибыли сотрудники управляющей компании. Чтобы устранить аварию, им необходимо откачать зловонную жижу из подвала. Решить проблему специалисты намерены в течение дня. В отношении управляющей компании в части как некачественного предоставления теплоснабжения, потому что по их вине так, и санитарное состояние подвального помещения будет проведено проверочное мероприятие. По ее результатам общество будет привлекаться к административной ответственности. Отопление в квартиры жильцов многоэтажки обещали дать в пятницу вечером. Станислав Костиков, Алексей Еременко. События дня.